На улице Сеченова, которая проходит вдоль железнодорожных путей за заводом Даленергамаш, в глубокой канаве оказались два автомобиля – грузовик и седан. Случилось это не только из-за погодных условий. Скорее, это последствия коммунального бедствия, преследующего жителей частной Слободы уже который год. В этом месте из-под земли хлещет вода. В итоге образовываются глубокие неровности, которые шофёрам приходится объезжать. Первой жертвой гололёда и промоин стал шофёр Ниссана Атлас. В кабине мини-грузовика кроме него никого не было. Личный автомобиль отец троих детей использует для работы – перевозит различные грузы. В этот день кузов был забит пряниками и печеньем на сумму, равную месячной зарплате шофёра, а это примерно 30-40 тысяч рублей. В небольшой овражек, крутым спуском к частному дому, его машина съехала по зеркальной поверхности льда. Ну вот объезжал по дороге, получается, вот эти вот ямки, здесь вода течёт. И потихонечку, потихонечку, и меня аккуратно так и перевернуло, и понесло, и перевернуло. Машина ехала ровно, задние колёса просто плавно стали уходить. Ну и потом передние потянуло. Через пять минут компанию перевёрнутому грузовику составила Тойота Плац. Но в отличие от своего тёзки-предшественника, автомобилисту, управлявшему седаном, повезло больше. Хотя сценарий ничем не отличался. Начало стягивать, вот и всё, и стянуло. Благо, не доехал до грузовика. Местные жители рассказали, что подобную картину наблюдали и раньше. Вода начинает сочиться из-подо льда в сильные морозы. Вода бьёт из-за того, что, когда установили опору контакта и сети, нарушили где-то водоносный слой. И уже несколько лет, это уже больше десяти лет. Накануне днём участником аварии из-за гололедицы стал сын этого мужчины, припарковавшей автомобиль у дома родителей. Как летел оттуда человек, разбивает машину сына, разбивает забор. Под администрацией центрального округа прекрасно знает об этом нарасте льденом. Но никаких мер не предпринимают. Грейдер первый и последний раз в этом году видели здесь две недели назад. Владелец разбитого Ниссана намерен добиваться возмещения ущерба у представителей управления благоустройства дорог через суд. С места происшествия Евгения Куликова, Мария Склярова и Степан Симонов.